Мы обязательно поддержим данное заявление, но немножко обескураживает, что на трёх страницах текста не нашлось слова «русский». А против кого репрессии-то? Все политические репрессии направлены только против русских организаций, против людей, которые выступают и являются русскими в основном. Там же нет репрессий против украинского народа в целом. А конкретно, и ведь одна из причин этой ситуации очень сложной на Украине, это как раз потому, что мы и в России зажимаем этот вопрос, и на Украине. И там на Украине и пользуются этим случаем, что раз слово «русский» даже в русском парламенте никак не звучит, какие-то абстрактные репрессии на какой-то Украине. Всякие репрессии направлены, они же политические репрессии. Мы сами себя обманываем. Репрессии политические, а против кого мы не говорим? Против каких-то сил. Какие силы конкретно? Ведь идёт борьба за то, чтобы не восточная и южная Украина не смогли бы каким-то образом создать себе условия более благоприятные для жизни. И весь смысл юго-востока Украины, потому что они не хотят забывать русский язык, терять русский язык и терять связи с Россией. Поэтому надо было более конкретно сказать, и кто такие арестованные, тот же Губарев из Донецка или Харитонов, и кто же русские, этнические русские. Для чего это делается? Чтобы обезглавить любые движения юго-востока Украины, да и в целом всей Украины. Чтобы не появилось вот этой новой силы для Украины. Там есть демократы разного разлива, левые самые разные партии. Специально подогрел Запад и сам Янукович право-радикальные силы. Единственное, русским никто не оказывал помощи или спор не оказывает. Все олигархи работают там тоже против русских. Хотя уголёк, добытый русскими шахтёрами в Донбассе, или отдыхать в Крыму, где в основном русские живут, это они с удовольствием. А вот дать равные права, речь не идёт о том, чтобы где-то русским дать дополнительные права. Но идёт зажим. И не просто в культуре. Газеты, радио, школы. Сегодня избивают русских за то, что они говорят по-русски. В Киеве, в Одессе, право-радикалы, если выходят на улицу и слышат русскую речь, эти люди подвергаются физическому насилию. Этого не было в фашистской Германии. И ни в одной стране мира. Вот так вот братский народ. Когда я слышу здесь фразы, это наш братский народ, у меня ухо режет. О каком братском народе вы говорите? Когда выросли украинские нацисты, которые издеваются и избивают русских за то, что они говорят по-русски. А вы всё ещё считаете братский народ. Именно под этой личиной братских народов и возникает вот такой нацизм. Гитлер присоединял Австрию тоже под личиной братский народ. Братский народ, это же немцы. И он в чём-то прав, потому что нет такой нации австрийцы. Как в Тюринге нет нации. Там Пруссия и ещё Саксония. Немцы. Вот они сказали, что они немцы. Но австрийцы вот остались в стороне. А здесь вот, так сказать, в этом плане-то репрессии. Они не политические. Они не экономические. Они же могли наказать финансистов, кто спонсировал Майдан. Люди полгода стояли на холоде. Всё обеспечено было. Уже так соизвестно. Там и 100 долларов, и 200 в сутки. А организаторам, десятникам, сотникам по тысячу долларов, по две тысячи. То есть истрачены огромные деньги. Но сегодня эти репрессии развернуты именно в отношении Юго-Востока Украины, чтобы отбить у них охоту последовать примеру Крыма. А мы тоже несем какую-то ответственность. Потому что когда 20 лет назад русского парня в Кишинёве убили, потому что он шёл по улицам города, говорил по-русски, мы ничего не сделали. Когда четвертовали русского милиционера 24-х лет на пилораме в Бендерах, но тоже Естинская Россия молчала. И даже наши левые молчали. И сколько-то таких случаев было в Молдавии, на Украине, в Средней Азии. И всё это замалчивалось нашей прессой хвалёной. Они говорят о свободной прессе. Вот свободная пресса замалчивает всё, что касается хорошего в отношении русского народа. И наоборот выпячивает всё, что можно показать плохое. Для чего? Цель-то какая? Цель, чтобы хуже становилось русским во всех бывших советских республиках. Чтобы они быстрее умирали, чаще болели, садились в тюрьму, разводились и уезжали. То есть вытесните их отовсюду, с территорий бывших советских республик. И внутри России то же самое потихонечку делается. Возьмите статистику и посмотрите, как медленно убывает количество русских, допустим, в национальных республиках. Вот вчера президент встречался с главой Карачаева-Черкесии. Про архейс они рассказывали. Про архейс, про курорты. А про русских что они спросили? Сколько у вас русских было 20 лет назад? 15, 10, 5 в прошлом году. Курорты строят, а русские уходят. И что думаете, кто-то будет ездить на эти курорты? Они же обслуживать не будут. А приедут русские наёмники обслуживать. А их будут избивать, убивать и насиловать. Вот это будущее курортов Северного Кавказа. Поэтому мы тоже несем часть ответственности. И весь период советской власти, и естинский период, и сегодня. Нигде никто ни разу не вставал на защиту. Русские прокуроры молчат, когда над русскими издеваются. Русские судьи дают самый максимальный срок. Русские врачи также плохо лечат русских. Из-за взятки лечат представителей других народов. Потому что у русских нет денег давать взятки. Сегодня репрессии против русских. И об этом нужно было чётко написать. Но наши товарищи готовят документы всё ещё под чьим-то влиянием. Всё ещё боитесь слово русский произнести. Их будут душить и давить на всех континентах. Пока здесь в русском парламенте в документах репрессии. Против кого-то. Давайте станьте демократами. Давайте примем меры. Никто ничего не примет меры. Как душили, так и будут давить. Только русской винтовкой можно остановить борьбу против русского народа. Продолжение следует...